МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рустам Хамдамов, которого задушили Михалковы полностью. Рустам Хамдамов в 1966 году, по-моему, снял фильм «В горах моё сердце». Фильм уничтожили, а на копиях продолжали преподавать в Абгике, как снимать кино. Чёрно-белое кино. У Хамдамова отобрали фильм «Михалков» про «Роба любви». И в перпендикулярном кино была потрясающая передача. Самый большой ценитель Рустама Хамдамова – это, конечно, Никита Михалков. Вот кадр Рустама Хамдамова, вот кадр Михалкова, вот кадр Рустама Хамдамова, кадр Михалкова. «Блевотина» сделана. Идинственное… А что у кого-то хуже? А? У кого-то хуже. Что может быть хорошего у семейства Михалковых? А что значит «отобрали», как «отобрали»? Так, отобрали фильм, отобрали. Актриса тут же переметнулась, Елена Соловей, к Михалкову. Хамдамов её создал. И прическу. Он же делал всё в кино. Он делал от антуража до сценария, до рисунков. Никому это не нужно. Фильм «Анна Карамазов» был спокойно положен продюсером на полку. И не вышел в прокат. После фильма «Анна Карамазова», после показа, ему звонили всякие, эти самые, Антониони, Пазолини и так далее. «Приезжайте в Италию, будем работать вместе». Ага, сейчас, поехал. Никуда он не поехал. По-моему, так больше ничего он и не сделал. Ну а как вот, если у него, например, одна вещь, как его величие распознать в дальнейшем? А может быть, и не было бы ничего. Знаете, есть люди там, одной вещи навсегда. У него не одна вещь. У него три вещи, которые навсегда. А, кстати, между прочим, распознать можно и по одной вещи. Во всяком случае, и Маяковского распознали по первой же вещи. Облако в штанах. Тот же Брик. И на свои деньги и сдал. Хотя это было не Лили Брик посвящено, а вовсе даже Марии, фамилия скульпторша в будущем. Лепила бюст Маяковского уже, не отдавшись ему, в Одессе. Вы думаете, что это бред малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в четыре, сказала Мария. Восемь, девять, десять. То есть все эти страсти именно из-за того, что не удовлетворенная страсть у Маяковского? Дело в том, что это сублимация в чистом виде. И у Хамдамова с Параджановым одно общее. Оба голубые. И плевать, что Курехин почти голубой, да и Шолохов не другой, как писал уже я. То есть в смысле тот Сергей Шолохов? А безнадежность однополой любви страшнее безнадежности двуполой любви. Тут хоть все-таки может баба пожалеет. А вот однополой любви только мужик пожалеет. Не совсем понятна сентенция. То есть имеется в виду, что если неудовлетворенная страсть между лицами одного пола, то сложнее... Умерла так умерла, что ли так получается? И они что, более резко себя винули? Безнадежность. Есть надежда. Все-таки разнополых соединиться. А вот однополых почти всегда безнадюга. Ну, во-первых, это не к сегодняшнему дню относится, когда уже все совсем по-другому. Я слишком хорошо знаком с поэзией. Тончайший лирик нашей уже половины века, Геночка Трифонов. О Гиеве говори, что это блаш и ложь. Гляди в моей крови, серебряный твой нож. Я не убит еще, и рана так легка. Грузинских губ и щек тень на меня легла. Я музыка, возьми меня, играй. Я дудочка степная, я все об этой жизни знаю. Когда молюсь, когда стенаю, и в этом истина моя. Вот лирика. Лирика полной безнадежности, обращенная к существу мужского же пола. Ну, трагедия есть трагедия. От трагедии нац-меньшинств, то есть не нац-меньшинств, пардон, секс-меньшинств. А я бы хотел как раз не возвращаться, а немножко усугубить, потому что тема достаточно сейчас актуальная. Но вот Хандамов, да, вы называли фамилии. Да, и Параджанов. Параджанов, Курюхин. Это играло какую-то роль в их изоляции, скажем, в дальнейшей? Вообще, в принципе, вот, скажем, в союзе кинематографистов, в союзе писателей, это как-то играло роль? В этих союзах это ни малейшей роли не играло. В союзах, я подразумеваю. Во-первых, потому что своих хватало того же самого, той же самой ориентации. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова